Дроссельная заслонка Неисправен То это можно определить по следующим признакам Первое. Двигатель начинает плохо заводиться Второе. Существенно возрастает расход топлива Третье. Автомобиль едет рывками Четвертое. Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу Пятое. Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой Шестой. Из впускного коллектора раздаются хлопающие звуки Седмой. Двигатель глохнет на холостом ходу Восьмой. Лампочка чек или горит постоянно или загорается периодически И не исключено подморгивание ЭПЦ индикатора Если есть такие симптомы, проверяем коды ошибок с помощью с камерой OBD2 Ссылки на магазин, где OBD2 можно купить все, что будет внизу под видео Ошибки, связанные с дроссельной заслонкой Когда дело доходит до подозрения и поломки дроссельной заслонки Многие падают в отчаяние, потому что эта деталь стоит очень дорого Но, уверяю вас, с самого начала не стоит волноваться Эту неисправность часто можно обойти легкими путями Интернет предсказал несколько возможных причин неисправности Располагаю их в порядке уменьшения важности и усиления конспирологии Первое. Загрязненный дроссель Второе. Выход из строя сам дроссельной заслонки Третье. Перетирание проводки об кофу В общем шкуте проводов Четвертое. Окисление контактов на фишке дроссельной заслонки Пятое. Неисправность педаль газа Шестое. Неисправность ЭБУ Также на форумах встречали рассказы о том, что слабнут или и окисляются клейми в разъеме самого ЭБУ Но это случается редко Поиск неисправности начинаем с самого простого Первое. Чистим дроссель Второе. Проверяем окисление контактов на фишке дроссельной заслонки Третье. Проверяем сопротивление всех выходящих проводов из дроссельной заслонки до ЭБУ И прозваниваем с помощью мультиметра Часто бывает перетирание проводки об кофру в общем шкуте проводов Часто прозвонить и проверить проводки не так просто Иногда в некоторых марок автомобилей они проходят в таком труднодоступном месте, что без помощи электрика ничего узнать вам не удастся Четвертое. Проверяем дроссельный заслонок Разбираем. Смотрим внимательно внутри Определяем, не отломалась или не изношена ли зубцы Для некоторых моделей автомобилей в интернете можно найти ремкомплект зубцов Вторая распространенная поломка дроссельной заслонки это износ дорожек потенциометра Посмотрите, как портятся контактные потенциометры Портятся резисторный слой дорожки на потенциометры Когда вы снимаете крышку, в первую очередь наблюдаем внимательно, не потерлись ли дорожки на потенциометры, как вот здесь Если ремонтировать резисторный слой, такой ремонт вам хватит максимум на год и потом еще придется ковыряться Лучше, конечно, поменять, если это возможно на данном дроссельном заслонке На современном автомобиле чаще потенциометры размещены в крышке дроссельной заслонки И ничего тут смотреть, и редко они выходят из строя Но зато часто массово выходят из строя дроссельные крышки Из-за окисления залитых пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разуму Из-за этого ближние друг к другу контакты замыкаются или лимаются между собой Некоторые умельцы все-таки умудряются находить такую поломку, отламывая или шлифуя куски крышки И потом паяют и чинят эти контакты Также важный детал дроссельной заслонки – электрический моторчик Вскрываем ее и смотрим внутрь внимательно, в каком состоянии ротор и так и тому подобное Чистим с помощью нулевой наждачной бумагой, если там черный пин и нагар Очистить ее желательно, чтобы понизить сопротивление Можно и применять специальные жидкости для чистки контактов Чем ниже сопротивление, тем лучше будет работать тросельная заслонка Некоторые такие моторчики не подлежат восстановлению и, конечно, нужно заменить Некоторые из моторчиков продаются на Алиэкспрессе Ссылку оставлю ниже под видео Проверить тросельную заслонку или сам крышку очень просто, если чуть везет И у вашего знакомого есть точно такая же машина, как у вас Просто временно меняемся тросельными заслонками или крышками А дальше уже сами догадывайтесь Пятое Ну, если у машины полностью электронное управление тросельной заслонки Временно берем у друга педаль газа Меняем и наблюдаем, неполадки ушли или нет Шестое Если вы все перепроверили и неполадки не уходят Тогда самое время думать об неисправности ЭБУ автомобиля Хотя, наверное, есть и другие причины, о которых я пока не знаю И пишите в комментариях, если есть такой опыт у кого Все мы будем вам благодарны И еще одна важная рекомендация После замены не выбрасывайте старую тросельную заслонку Может ее какой-то деталь, крышка, моторчик или зубчик спасет вашего друга Спасибо всем за внимание и просьба подписаться на канал Нажать знак, огнокорчик и удачи всем! Спасибо! Спасибо! Спасибо!